Вы заметили, что когда у нас много денег появляется, у нас и друзей больше становится? Или когда мы власть получаем, тоже как-то много друзей, правда? Но настоящая дружба проверяется не так. Вот когда у вас деньги кончатся, и власть потеряет, вот те друзья, кто с вами останутся, вот это и есть ваши друзья настоящие. А все остальное не так, как мы думали. Иллюзия, майя, обман был. Так вот, если вы у человека отберете обычного, вот эти все вещи от иллюзии, которые вы увидите, что личных качеств у него высоких нет или очень мало. Возможно, вы сейчас не согласитесь с таким категорическим утверждением, категоричным, что вот нет или очень мало. Но это качества подражания, поддельные, они похожи, как будто бы, например, терпение. Мы знаем, терпение важно, очень важно терпение, да? Но как без терпения жить? Терпение, смирение, скромность, конечно, но мы знаем, это человеческие качества, хорошо. Но часто мы слышим такое, доброта, а также, да, верно? Но часто мы слышим такое, даже от себя самого. Хватит терпеть. Я много терпел. Я был добрын довольно долго. Достаточно. Не так ли? Вот и все, терпение, вот и вся доброта. До поры до времени. Это временный фактор. Если у нас нет связующейся абсолютно истины, это будет временный фактор. Ненадежные качества. Именно поэтому, говорится, материалистам доверять нельзя. Вот они сейчас смиренные, а вот потом неизвестно, что будет при других обстоятельствах. То есть они зависимы от обстоятельств. Когда они теряют что-то, они сильно расстраиваются. Когда приобретают, сильно радуются. То есть радуются только в одном случае. Когда что-то приобретают. Но когда что-то теряют, они сильно расстраиваются. Когда что-то отдают вам, ждут от вас награды. Не забудут никогда. Это называется отсутствие духовных качеств. То есть духовное качество. Человек не привязан к внешним событиям вообще. Ни к потерям, ни к приобретениям. Он целеустремлен к более высоким вещам, к духовным. Вне материи. Сознание его вне материи. Поэтому, находясь в материальном мире, у него нет никаких беспокойств. У него здесь нет друзей и нет врагов. Для него тут все братья. Тут нет политики для него. Он вне двойственности. Это описывается все в древних книгах. И вот сейчас наступает такое время, что если так ум не установить, мы не сможем избавиться. При помощи политики мир мы не установим никогда сейчас. При помощи экономики мы никогда не сможем сделать всех богатыми и успешными. При помощи вот этих способов сейчас это невозможно сделать. Сейчас нужно оторвать сознание от двойственности. Субтитры создавал DimaTorzok